Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, оставляйте запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. По просьбе моего подписчика я сделаю вот такой расклад. Меня попросили посмотреть, Пригожий был в Кремле после мятежа. Встречался он с Владимиром Владимировичем или же это придуманная для чего-то история. Так, ну давайте смотрю, что у меня здесь получится. Если кому-то понадобится индивидуальная консультация, под данным видео находится номер телефона, куда вы можете написать на Viber, либо же на WhatsApp. Так, смотрим. Пригожий был в Кремле, одна карта. Встречался ли он с Владимиром Владимировичем? Посмотрим, дальше буду посмотреть. Здесь, знаете, идёт возвращение куда-то, куда-то, возвращение. Так, мне нужно посмотреть. Обычно эта карта показывает в дом, в семью, где живут родственники, где находится родовое гнездо. Ну, как-то вот так. Так, давайте я спрошу, что в этой карте есть. Здесь есть, конечно же, по ЖИ, его непосредственные. И могу также сказать, это всё равно что-то касалось именно его работы, его службы. Потому что я здесь рядом возле Пригожина вижу военно-начальников. Но я не вижу, чтобы он... Он действительно мог быть в Москве, Пригожин. Я этот момент не исключаю. Либо же в Санкт-Петербурге, в каком-то большом городе. Но, чтобы это была конкретная встреча, пока я этого не вижу. Давайте посмотрим. В Кремле его не было. Была ли встреча? Карта Солнца. Но обычно эта карта отвечает на вопрос «да». Но я хочу сюда посмотреть дополнение. Во-первых, что в этом? Очень большое информационное освещение. Знаете, об этом очень много говорят. Такая вот, как бы вспышка. Вспышка, да? Ну, давайте посмотрю. Что в этой карте есть? Здесь есть восьмёрка жезлов. Здесь также есть пятёрка жезлов. Смотрите, как интересно получается, да? Так, ну что, хорошо. Конечно, он не встречался. Не встречался Пригожин с Владимиром Владимировичем Путиным. Это невозможно. Понимаете? Невозможно. Для чего пришла эта информация в СМИ? Почему об этом говорил Песков? И почему об этом стали говорить именно иностранные газеты, корреспонденты, журналисты? Для чего? Карта Башня. Пятёрка Чаш и карта Восьмёрка Чаш. Идёт передел мира. Карта Башни в данный момент идёт революция. Идёт перестройка. Понимаете? Идёт перестройка по всему миру. Это нужно было, это нужно было, это важно было сказать, для того, чтобы показать, возможно, по башне деятельность. Сейчас посмотрю эту карту, что есть. Дьявол в этой карте есть. Понимаете? Дьявол в этой карте есть. И обман здесь есть. И самообман. Во-первых, хочу сказать, что Пригожина ещё больше боятся, чем Путина, скорее всего. И никто не хочет, чтобы такой человек, как Пригожин, я имею в виду сейчас в данный момент в Европе и на Западе, чтобы такой человек, как Пригожин, вообще пришёл к власти. Потому что они буквально понимают по-своему этого человека, и они его считают террористом. Для чего это делается? Обман, иллюзии, для того, чтобы успокоить людей, что Путин договорился, о чём-то переговорил. Путин имеет влияние, Путин всё держит под контролем, а он руку держит на пульсе. На самом деле ситуация не очень радужная. По пятёрке чаш и по восьмёрке чаш. Это такой пиар-ход для Пригожина и для Владимира Владимировича. Ещё раз хочу спросить. Вот об этом походе Пригожина знал Владимир Владимирович. Реальный Владимир Владимирович знал. Потому что уже опять-таки везде говорят, что есть двойники, которые могут разъезжать вместо настоящего Владимира Владимировича. Так, знал ли Владимир Владимирович Путин о том, что Пригожин идёт на Москву? Что готовится такая операция? Нет, не знал. Был ли он в сговоре каким-то образом с Пригожиным? Нет, конечно. И по девятке мечей для него эта вообще ситуация оказалась как страшный сон. Он не ожидал, но здесь, конечно же, были мобилизованы определённые силы, которые бы не дали прийти в Москву пригожно, можно так сказать, с теми требованиями, которые он выдвигал. Понимаете? Нет, конечно. Здесь я также могу сказать по королю Жилзов. Здесь, скорее всего, идёт такая... Я вижу здесь элиту. Это и депутаты, это и артисты, это и представители московской элиты, а также те люди, которые живут, ну, не на зарплату 25 тысяч. Они, безусловно же, были очень обеспокоены. И между ними, то, что я вижу по двойке Пентаклей, идёт сейчас раскол. Двойственная такая ситуация. Они пытаются как-то лавировать, ну, по пятёрке Пентаклей. Честно говоря, это люди-то обеспокоены вот этой ситуацией, которая произошла. Сейчас на данный момент в Кремле по поводу Превхожина что-то решается, конкретно что-то решается. Десятка чаш. Сейчас не то время, чтобы менять что-то кардинально. Сейчас каждый человек, каждый руководитель, каждый военный начальник, каждый командир военный на вес золота. Нет, не пришло ещё время что-то с ним делать. Но они уже определили его место. Кремль уже определил место для Превхожина. Что это за место? Девятка Пентаклей. Карта сюрприза, карта радости, карта какого-то вдохновления, подарка, прибыли. Дальше, что есть ещё в этой карте? Паш Мечей. И карта рыцарь чаш. И карта десятка Пентаклей. В лучшем случае Превхожина ждёт смерть на поле битвы. А так, по большому счёту, всё равно я вижу, он будет куда-то передвигаться. Насколько мне известно, сейчас семья находится в Арабских Эмиратах. Поэтому в данный момент ещё ничего не закончилось. Но этот человек не будет жить на территории России, если он вообще доживёт. А если он доживёт, он будет жить либо в Арабских Эмиратах, либо же ещё где-то. Но не только не на территории России. Если в данном раскладе у вас есть свои комментарии, своё видение, своё мнение, напишите, пожалуйста. Берегите своих детей, берегите себя. Всего вам доброго. Берегите себя.